Девушки отдыхают Много, не сильно. Естественнее. Например, так. Отлично. Теперь покажи мне открытость и дружелюбие. Ладно. Извини. Наверное, я неудачно выразился. На портрете нужно показать соседскую девчонку, дружелюбную и доступную. Я так и делаю. Да, но более дружелюбную. А я не дружелюбная? Ты красавица. Просто расслабься. Извини. Покажи последний кадр. О, детка. Я ужасно. Отвратительно выгляжу. Детка, извини. Это сон? Ты всё портишь, идиот. Слушай, крошка, давай попробуем ещё раз чуть позже. Пойдём в бар, выпьем. Я заглажу свою вину. Сначала отличный кадр. Эсэйлэм представляет Если бы взгляды могли убивать Фильм Джеймса Каллина Брессака В главных ролях Стефани Эстас Томак Касалка Джо Мэкки И Саммер Спира Автор сценария Джеймс Каллин Брессак Продюсер Дэвид Майкл Латт Режиссёр Джеймс Каллин Брессак Основано на реальных событиях У вас прекрасные данные. Вы лучший кадет в классе. Офицер Вагнер дал отличные рекомендации. Я не вижу причин отказывать вам. Добро пожаловать в полицию Стилуотера. Добро пожаловать в полицию Стилуотера. Я не подведу, сэр. Не расслабляйтесь. Чую неприятности не избежать, Вагнер. Вы не привыкли к запаху духов. Верно. Ты прав. Веди её в курс дела. С удовольствием. Идём, новичок. Ух ты. Не удивляйся, ты заслужила. Да. Но странно, что ты дал рекомендацию. Думала, не поручусь за тебя? Нет. Я надеялась на это и ценю это. Но есть электронная почта, старик. От руки не пишут. Храни жетон, новичок. Я думала, будет гораздо торжественнее. С таким бюджетом клоунов и конфетти не будет. Понятно. За новичка. За новичка. Теперь я не единственная свинья-красавица. Стой, это ты красавица? Не слушай этого идиота. Где ты встретила Пола? Наши предки учились вместе. Пол присматривал за мной и братом. Здорово иметь в няньках сына сенатора. Да, неплохо. Пол из богатой семьи, но его сердце здесь. Я её уже где-то видел. Да, наверное, в кино. Раньше Пол был морским пехотинцем с мутьяном. Завидный холостяк стилуотера не всегда был примерным. И много у тебя истории о Капитане Америка? Брекеты, прыщи и прочие прелести? Осторожнее за клевету на коллегу-офицера, Роджерс. Полагается смертная казнь. Нельзя быть кристально чистым. Я это знал. Ладно, ладно. Скажу только, что Пол – отличная девочка-скаут. Да ладно, расскажи. Давай, но я отомщу. Мы ждём подробностей, Фейс. Да, рассказывай, а мне пора. Поеду кормить Тигера. Прикрылся котом. Ты не перепил? Драфт и вода, Ваша честь. Нас ждёт дежурство. Увидимся на перекличке. Хорошо. Так, рассказывай. Ладно, начну с детства, когда я познакомилась с Полом. Я напоминаю. Не трогай. Не прикасайся. Не трогай. Что ты делаешь, дура? Не трогай. Мне страшно, помогите. Вы можете хранить молчание. Любое слово может быть использовано против вас. Я ничего не сделал. Драфт за полцены в ближайшие 10 минут. Налетай. Что смотрим? Подходите. Вы не пострадали? Всё хорошо. Хорошо. Спасибо. Мистер… Офицер Вагнер. Спасибо, офицер Вагнер. Мне повезло с вами. Дайте воды. Спасибо. Спасибо. Простите. Не понимаешь, что со мной? Просто адреналин подскочил. Это бывает. Но не с вами. Нет. Бывает. Бывает со всеми. Я Джессика. Джессика Монро. Пол. Спасибо, Пол Вагнер. Красивые часы. Да. Куплены не на деньги налогоплательщиков. Мне их подарил отец. Герой из хорошей семьи. Вы просто находка. Пол. Итак, что она сказала? То же, что мы видели. А что? Джош рассказал другое. Как все виновные. Не похоже, что он врал. Уверен, что она не врёт. Я взял показания. Смотрел ей в глаза, она не врёт. Он пытался ударить её и меня. Дело закрыто. Учись. Я работаю, задавая вопросы. Так меня учили. Привет, Пол. Мы можем поговорить? Конечно. Слушаю. Я быстро. Простите, я оставила ключи в вашей куртке. Что? О, простите. Вот. Спасибо. Спасибо, что спас меня. Рыцарь в сияющих доспехах. Пока, офицер Вагнер. Пока, мэм. Алло. Пол Вагнер. Слушаю. Кто это? Офицер Вагнер. Это Джессика. Кто? Много Джессик вы сегодня спасли. Джессика Монро. Точно. Откуда у вас мой номер? Из телефонного справочника, глупыш. Ясно. Все хорошо? Да, я хотела поблагодарить тебя. Без тебя я бы не справилась. Без проблем, мэм. Это моя работа. Но сейчас ты не на работе. Да. А что? Я думала о тебе. Включи фантазию. У тебя есть мой номер. Позвони. Позвонить? Посмотри на экран, красавчик. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Простите, мы закрываемся. Я хотела кое-что выяснить. Это быстро. Это вы были здесь с Вагнером? Да. Офицер Фейс Грей. Полиция Стилуатера. Пол, отличный парень. Его семья помогла и мне, и городу. Чем могу помочь? Запись из камер наблюдений за вчерашний вечер. Они мне нужны. Ладно, покажу. Стоп. Вот здесь. Так и знала. Эй, шеф. Посмотри. Сюрприз, Ваша честь. Привет, Сэм. Комната тебя ждёт. Забрось его, Вагнер. Да. Заходи, Сэм. Ладно, иду, иду. Пока, старский хэтч. Я провела расследование по драке в баре. По закрытому делу? Да, по нему. Я проверила камеры наблюдения. Женщина рылась у него в кармане, пока они обнимались. Он прав, она хотела стащить бумажник. Она его вытащила? Она не успела. Такой девушке незачем воровать. Слишком хороша. Может, грела руки? Ты повторяешь её слова. Дело закрыто, а у тебя нет улик. Вагнер, Грей! Ко мне быстро! Есть, сэр? Есть, сэр. Слушай, новичок. Офицер Вагнер – детектив. Ты полицейский. С вышестоящими не пререкаются. Она ещё учится, шеф. Не злитесь. Зачем ты смотрела записи? Было предчувствие. Предчувствие? Новички не расследуют дела. Если будут предчувствия, не реагируй на них. Или получишь выговор. Тебе всё ясно? Да, сэр. Это не повторится, обещаю. Верно, Фейс? Верно. Она прислушалась к интуиции. Это хорошо. Она будет хорошим копом. Через неделю. Привет. Спасибо, что поддержал меня на прошлой неделе. Не за что. Он иногда суров. И настырный, как и ты иногда. Ты прислушалась к интуиции. Для копа это хорошо. Всегда следуй ей. Шеф её игнорирует. Я хотела поблагодарить тебя. Я знаю, что ты любишь ковбоев. В пятницу они играют дома. Я взяла нам билеты. Привет, красавчик. Привет, моя кинозвезда. Виновата. О, Фейс, ты помнишь Джессику? Мисс Монро, да, конечно. Просто Джессика. Рада вас видеть. Так вы… Да. Недавно. Правда? Пол не хотел раскрывать карты. Боялся, что все решат. Как ты сказал? Синдром Флоренс-Найтингейл. Верно. Ясно. А можно тебя угостить? Вообще-то, я уже ухожу. Ладно. В следующий раз. Конечно. Хорошо. До скорого. Пока. До скорого. Так, как на работе? Как прошел день? Спокойно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Слушаю. Привет, Джош. Это офицер Фейс Грей, полиция Стилуатера. Да, я вас узнал. Хотите меня добить? Нет. Появились новые доказательства, и я бы хотела перепроверить данное дело. Хорошо. Она меня подставила. Она сущий дьявол. Приносит одни проблемы. В каком смысле? Она психопатка. С чего вы это взяли? Она была моей девушкой. Что, что? Фейс, принесешь воды? Да. Здесь пусто. Закончилось пиво. Кот! Ты его не видела? Видела, но он не подходит. Да, кот коп. Правда? Полицейский. Пол нашел его несколько лет назад. У него тоже синдром Флоренс-Нейтингейл. Забавно. А что тебе известно об этом Джоше? О ком? О парне в баре. Ничего. Я видела его впервые. Он сказал, вы встречались. Люди врут. Да. Мистер Тигер живет в саду? Нет. Пол его слишком оберегает. Он домашний кот. Тогда угощу его. Какой ты шустрый, мистер Тигер. Не хочешь потратить свою энергию в саду? Джессика, стой! Тигер не пойдет в сад. Какая я глупая. Забыла, что Тигер домашний кот. Мой малыш. И моя малышка. Правильно, пусть посидит в переноске. Гости его напугали. Отнеси его в спальню. Хорошо. Пока, Фейс. Мне пора на работу. Да. Привет, пехота! Пол! Омелис? Фейс, сзади! Фейс, ты цела? Да. Прости меня, Фейс. Чертов телефон. Отличная кошачья реакция, офицер. Ты прямо замерла. Шок и страх, помнишь? Шок и страх. Пола, да моя вина. Извини, Фейс. Не переживай, я куплю тебе блютуз. Но следи за дорогой. Ладно. Тебе повезло, Фейс? Повезло. Прости, Фейс, мне жаль. Что ж, бывает. Спасибо, милая. Пока, Грей. Пока, Грей. Субтитры подогнал «Симон» 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 Симон» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что именно? Я вам верю. Видела ваше фото в соцсети. Значит, обвинения снимаются? Не совсем. Расследование пока ещё продолжается. Понял. Я изгой. Почему? Она встречается с моим другом. Пожирательница мужчин. Я волнуюсь за Пола. Поймала золотую рыбку. Счастливый билет. Что вы имеете в виду? Джессика по полной пройдётся по всей его семье. Ей чужды человеческие эмоции. Она у всех окружающих высасывает кровь до последней капли. Чёрт. Прекрати общаться с Фейс. Что? Почему? Она мой друг. Она одержима тобой. Не заметил? Это смешно. Это вовсе не смешно. Я ей не нравлюсь. Неправда. Нравишься. Она не желает нам счастья. Она ревнует. Ладно. Я поговорю с ней. Не переживай. Хорошо. Последний шанс. Спасибо, милая. Эй, Пол. Есть минута. Нам надо поговорить. Конечно. Давай. Закрой дверь. Джессика беременна. Что? Джессика беременна. Господи. Мы поженимся. Не будем ждать церемонии в церкви завтра. Решил жениться? Джессика едет к доктору Мерману, а я говорю с тобой. Почему со мной? Ты будешь свидетельницей. Джессика решила, что ты ее ненавидишь, но я в это не верю. Я переубедил ее и сказал, что не женюсь без тебя. Согласна? Ну, да. Конечно. Спасибо, малыш. А что ты хотела сказать? Пустяки. Ладно, отлично. Спасибо. У нас не зайдет на вас благословение Божье. Объявляю вас мужем и женой. Поцелуйте невесту. Миуэ. Поехали. Выглядит хорошо. Как в кино. Ещё вон там. Где? Не вижу. Зачем ты это сделал? Перестань. Это мило. Меня тошнит от запаха. Токсикоз? Да. Я могу помочь? Скажи, что сделать. Мне нужно работать. Пол, ты опоздал. Я опоздал, и мне пора. Джессика с ума сходит из-за ребёнка. Выглядишь так, будто сам ждёшь ребёнка. Жду в машине. Так плохо? Джесс хотела меня приодить. Ей нравится. Боже. Джессика? Да, Джесс. Нет, 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 работаю. Да, я только... Скажи Карсену, буду через минуту. Да, конечно. Спасибо. Ты умница. Нет. Нет, милая. Я тебе не изменяю. Что ты? Я болтал с Фейс. Да? Да. Да. Что ты думаешь? На зоне вывел. И вон. И теперь... Вон. 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 Продолжение следует... Тигер? Продолжение следует... Пора ехать. Подождёшь? Что с тобой? Тигер пропал. Что? Как? Джессика говорит, что я не закрыл дверь. А может быть, это она... Даже не думай. Я и так получаю от неё из-за тебя. Прости. Он сбежал. Мне его не хватает. Объявим в розыск. Я хотел посоветоваться. Да? Давай. Джессика хочет сниматься в Голливуде. Ух ты. Тридцатилетняя актриса на сносях? Ну и причуда. Знаю. Может, это из-за гормональных изменений, но я уже устал с ней спорить. Понимаю. Знаешь, иногда я её просто не узнаю. Мне даже страшно. Знаешь, мой папа говорил, что с беременной нужно общаться как с серийным убийцей. И ты будешь приятно удивлён. Твой отец всегда был молодцом. Да. Держись. Да. На распродаже я увидела это. Роешься в мусорках? Конечно. С моей-то зарплатой. Просмотр для местной рекламы. Хорошо. Позвони им. Попробуй. Ладно. Позвоню. Как здесь холодно вечерами. О чём ты? Вечное лето лучше. Я люблю смену сезонов. Только представь. Жизнь у пляжа. Я в сексуальном бикини. Здорово, да? Конечно. Здорово. Хочу в Лос-Анджелес. Наша жизнь здесь. Так не должно быть. Поехали в Голливуд. Я стану звездой, как мы мечтали. Мы будем богаты. Ты здесь звезда? Да, конечно. Анжелина Джоли на сцене театра Стилуотера. Надо же. Поверь, Джесс. Здесь наш дом, наша жизнь. Чего тебе ещё? Как я брошу работу? Скоро меня повысят. Я задыхаюсь, а ты меня душишь. Как насчёт рекламы? О чём ты? Звёзды снимались в рекламе? Ну да. Хочешь сняться в рекламе? Не знаю, может быть. Пойдёшь завтра на кастинг? Откуда ты знаешь? Прочёл в газете. Ты читаешь газеты? Нет, не совсем. Фейс показала. Но тебе непременно нужно сходить. Тебя возьмут. А если не возьмут? С такими мыслями идти не стоит. Ты куда? Читать газету. Большая роль. Может, подойду. Театр Айвориттон. Он сделан из снов. Сны – это он. Сны. Сны. Сны – это он. Простите, я помешал. Нет, ничего. Привет. Я Джессика. Джессика Монро. У вас звёздное имя. Верно, верно. Вы на кастинг? Конечно. Я Лукас Робинсон. Я рада, Лукас Робинсон. И я, мисс Монро. Просто Джессика. Джессика. Ладно. Джессика Монро, мы вас ждём. Так. Пожелай удачи. Уверен, тебя возьмут. Ты уже звезда. Спасибо. Очень рада. Продолжение следует... Назовите имя и роль, на которую пробуетесь. Джессика Монро пробана роль домохозяйки. Продолжение следует... Кто-то в хорошем настроении. Сядь. Я готовлю завтрак. Я выжила апельсиновый сок. Спасибо, милая. Я получила роль. Что? Снимусь в рекламе. Это здорово. Это не бог весь что, но роль главное, и это начало. Я горжусь тобой, Джесс. Я стану звездой рекламы. Буду рекламировать суперкубок. Я говорил, что всё получится. Мечты сбываются, и жизнь станет лучше. Ну, давай. Приятного аппетита. Ты купила мне газету? Как мило. Может, ещё что-нибудь найдёшь? Нет, полосатых нет. Оставьте объявление, и я вам позвоню. Было бы здорово. Давно он пропал? Несколько недель. Что не так? Мне жаль, офицер. Если кота нет больше недели, надежды мало. Понимаю. Мне правда жаль. Вы, наверное, скучаете. Это кот моего друга. Я помогаю его искать. Мило, с вашей стороны. Вы хороший друг. Да, хороший друг. Привет. 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 Я Джессика Монро, актриса. Снимаюсь в рекламе. Сейчас я найду кастинг-менеджера. Хорошо. Спасибо. Эй, Джессика, как дела? Привет. Рад видеть. Я рада, ты... Я режиссёр. Да. Рада встрече. Да, да, я тоже очень рад. Ты играла очень хорошо. Естественно. По-настоящему, как в стилу Отери. Спасибо. Спасибо. Я старалась. Да, ты потрясающая. Спасибо. А вот и он. Джессика, это Лукас. Он твой партнёр. Привет. Привет. Ну что, начнём через 30 минут. Увидимся позже. Да. Пока. Пока. Привет. Привет. Рада тебя видеть. Мисс Монро. Вы прекрасно выглядите. Мы получили роли. Похоже на то. Принести что-нибудь? Здесь должны быть помощники. Я хотел вас рассмешить. Просто Джессика. Джессика. Хорошо. Центр матрасов Джима и Боба. Приготовились. И... Начали. Отличные цены. Ух ты, самые лучшие цены. Милые, по такой цене мы обязаны купить. Я тоже хочу, мам. Всё, что скажешь, сынок. Стоп. Отлично. Джессика ещё раз. И в этот раз... Не так соблазнительно. О, простите. Да без проблем, без проблем. Так, все готовы? Ты нашла тигера? Нет. Не его. А этого малыша. О, господи. Просто прелесть. Его зовут Гарфилд. Серьёзно? Нет. Но можно назвать. Хочешь его забрать? У Джессики аллергия на шерсть. Тигера бы забрал, но... Ладно. Оставлю его себе. Должна же кошатница с кого-то начать. Можно его навещать? Конечно. Да. В любое время. Буду рад. Я тоже. А если муж вернётся? Ты же не позволишь меня обидеть. Он тебя обижает? С тобой не обидит. Ты же защитишь меня. Да. Он монстр. Лишает мечты, не даёт мне стать звездой. Ты звезда. Самая яркая во Вселенной. Спаси меня от плохого человека. Конечно, спасу. Рыцарь в сияющих доспехах. Через неделю. Ну что, ты теперь мистер Центр Матрасов? Да. Не говори это при ней. Обидно? Да, странно. Ты не этого хотел? Всё вышло не так. Не знаю. У вас новые бои? Нет. Просто не так. Может, из-за ребёнка, гормоны. Может быть. Мой отец говорил, беременные женщины, как погода. Не оправдывают надежд. Да, похоже на то. Эй, никому не позволяю унижать себя. Понял? Ты идеален. Это твой отец сказал? Нет. Ты сказал. В детстве. Хороший совет мудрого человека. Ты мой друг. Да. Увидимся позже. До скорого. Не ешь слишком быстро. Мотель Ромни Меня не видели. Машина далеко. Уверен? Да. Он коп, Лукас. Они всё видят. Я рискую своей жизнью. Риска нет. Только мы. Сейчас. Прямо сейчас. Мы не можем. Не можем это сделать. Можем. Должны. Сделаем. Ты тоже этого хочешь. Конечно, хочу. Но не хочу тебя потерять. Потерять? Он был мурпехом. Коп. Он бьёт тебя? Да. Не сильно. Но прибьёт, если узнает. Мой отец бил маму. Не позволю тебя тронуть. Мне достанется, если он узнает. Я люблю тебя. Любишь? Ты меня любишь, Лукас? Люблю. Я хочу быть твоей. Только твоей. Твоей. Но я боюсь. Чего боишься? Пола. Он меня пугает. Он на всё способен. На самое худшее. Не бойся. Мне он не страшен. Привет, офицер. Одну минуту. Я выпью кофе, Бетси. Рад видеть офицер Грей. Взаимно, Джош. Спасибо тебе. Часто заходит? Без него нас бы не было. Правда? Как это? Джош наш главный спонсор. Он снимает животных, делает календари, устраивает мероприятия. То есть хороший парень? Он замечательный. Он и его мама – прекрасные люди. Но у него была ужасная девушка. Просто монстр. Я сейчас. Спасибо. Привет, Фейс. Привет, Джон. Джош. Привет, Фейс. Я хотела спросить о Джессике Монро. Вы всегда о ней спрашиваете. Что нужно на этот раз? Всё, что ещё не рассказали. Для начала, её зовут не Джессика Монро. Конфиденциально требуется доступ. Джесселин Монтгомери. Мошенничество, физическое насилие, вымогательство. Джессика Монтгомери. Джессика! Джессика! Как ты? Мы потеряли ребёнка. Что? Ребёнок! Мы потеряли ребёнка. Джессика! Милая! Открой дверь! Джессика! Молая! Субтитры сделал DimaTorzok Мне так жаль Жизнь так хрупка Я вызову скорую Нет Это необходимо Есть надежда Нет надежды Я знаю Я знаю своё тело Он больше не во мне Я вызову скорую Я потеряла ребёнка И боюсь потерять тебя Что делать? Ты меня не потеряешь Алло, Дорис? Это офицер Вагнер Нужна скорая на 1265 Элм-стрит, Стилуотер, Оклахома Срочно У моей жены выкидыш Прошу, быстрее Ты женился на мне только из-за ребёнка Ребёнка больше нет У меня ничего больше нет Мы это переживём У тебя есть я Ничего не изменилось А если с тобой что-то случится? Не случится А если случится? Я смогу тебя защитить Как? Купишь оружие и бронежилет? Страховкой Ты подпишешь и будешь под защитой Сделай и себе тоже Страховка защитит и тебя, и детей Конечно Давай Сделай это сейчас Прямо сейчас? Знаю Это безумие Но так мне будет легче Хорошо И лучше позови доктора Мэрмана Ты хозяин дома, Пол Защити нас Защити нас, Пол Мэрмана Мэрмана Фекрун Субтитры создавал DimaTorzok Ты уходишь? Возьму передышку. Нужно поговорить о Джессике. А что с ней? Я давно пытаюсь поговорить о ней. Она манипулятивный социопат, Пол. Ты не заболела? У меня нет времени. Пол, я выяснила, что она скрывается. Джессика Монрони – настоящее имя. Я нашла её в базе. Что-что? Пол, послушай. Ладно? Она опасна. Я видела её в баре с другим парнем. Что ты делала в баре? Я следила за ней. Я следовала интуиции. Я чувствовала обман и была права. Ты себя слышишь? Джессика всегда говорила, что ты ревнуешь, но я ей не верил. Я думал, ты желаешь мне счастья. Но, Пол… Хватит, Фейс. Ты нарушила закон, преследовала её. Теперь шьёшь ей дело. Ты волк в овечьей шкуре. Да, выглядит плохо, но поверь мне. Она сказала, ты влюблена в меня. Я не верил. Сейчас верю. Все твои действия безумны. Я женат. Заруби себя на носу. Слушай, Пол, прочти бумаги. Чёрт возьми, Фейс. Она мать. Ты идиот или не слушаешь меня? Джессика, я слушаю, но мой ответ – нет. Конечно. Знаешь то, что выгодно тебе. Обо мне не думаешь. Ты эгоист. Я эгоист? Я должен бросить работу, и я эгоист? Да. Ты настоящий эгоист. Не нужно обвинять меня только потому, что я не хочу в Голливуд. Ты видишь, что происходит? Моя карьера рушится. Реклама – это не мой уровень. Я не хочу быть акулой в мелком пруду. В мелком пруду? Одна реклама, и та не вышла. Как ты смеешь. Ты уже снялась в одной рекламе. Будут другие. Значит, я должна остаться здесь и рекламировать матрасы? Я кинозвезда, а не звезда матрасов. Или, может, ты меня видишь большой порнозвездой? Я этого не говорил. Ты серьёзно не понимаешь, да? Понимаю. Но это невозможно. Это из-за выкидыша, верно? Ты меня проклинаешь. Нет. Нет, милая. Не проклинаю. Ты не виновата. У меня нет сил с тобой бороться. Это слишком. Слишком. Невероятно. Я говорил не совать нос куда не просят, но ты перешла все границы. Шеф, я... Даже слышать не хочу. Офицер Грей. Нет никаких причин. Вас отстранят без содержания до конца этого месяца. Значок и оружие. Но, сэр... Ещё слово, я отстраню тебя на два месяца. Я сказал, значок и оружие. Привет, соседка. Цветы сажаешь? Работе нет конца. Да, это правда. Ой, туда, туда, туда. Пока-пока. А тебя ждёт работа. Пока. 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 Пока-пока. Жессика? Срочно приезжай ко мне! Погоди, что? Пожалуйста, быстрей, быстрей! Да-да, я еду! Ну как ты? Он не такой плохой. Просто не в себе после выкидыша. Я убью его. Убью. Он не хотел. Не хотел? Ты себя видела? Все хорошо. Ничего. Все будет хорошо. Я позову копов. Он сам коп, Лукас. Мне страшно. Не бойся. Я не дам тебя в обиду. Я хочу быть свободной, жить своей жизнью. Я тоже. Правда хочешь, Лукас? Больше всего на свете. Ты знаешь. Собирай вещи. Пойдем со мной. Я все сделаю. Я не могу. Он объявит на меня охоту. Он хочет моей смерти. Он сделал мне страховку после выкидыша. Что? Я в опасности. Пока он жив, я в опасности. Что делать, Джессика? Ты сам знаешь. Я не могу. Ясно. Все хорошо. Все будет хорошо, Джессика. Нет. Ты не понимаешь. Он сделал это из-за ребенка. Но почему из-за ребенка? Это не его ребенок. Это твой ребенок, Лукас. Твой и мой. Он мой? Мы потеряли нашего нерожденного сына. Сукин сын. Я убью его. Ты не можешь его убить. Нас вычислят. Его подруга Коб, Фейс, поймает нас. Она влюблена в поло. Сначала его. Потом ее. Ты уверен? Я не прошу тебя об этом. Пуля в лоб. Все просто. Выстрелю в него у двери. Ты меня любишь, Лукас. Больше жизни. Ты должен сделать одну вещь. Я победитель. Алло. 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 Кравка. Алло. Я не могу. Больше жизни. Алло. Скажем. Алло. Алло. Привет, офицер. Как себя чувствуешь? Болтон. Мне чай и куриные крылышки. Уже несу. Слушай, прости, Пол. Оставь меня. Разве тебе мало? Ты мой самый близкий человек. Понимаешь? Не хочу тебя терять. Ты нарушила правила. И оттолкнула меня. Давай это обсудим. Нечего обсуждать. Вот как. То есть ты поставил бутылку на голову и нажал на курок. Это не ты. Что происходит? Мы потеряли ребёнка. Фейс, я так хочу стать отцом. Знаю. Ты им станешь. Правда, станешь. Скорее пущу пулю в лоб. Понимаешь? Хоть так решу проблему. А иначе... Это Джесс. Приехала за мной. Спасибо. Ты молодец. Да. Ага. Спасибо, детка. Не за что, милый. Прости, Джесс, я не должен… Нет. Ты меня прости. Ты не виновата. Нельзя было тебя отталкивать. Поехали домой, а? Да. Давай. Аккуратно. Пол забыл. Надо передать. Да, ему повезло. Спасибо. Не за что. Стой! Пол забыл бумажник. Ты здесь? Он тебя не прогнал? А тебя это радует? Думаешь, ты победитель? Я всегда побеждаю. Не трогай меня. И отстань от моего мужа. Конечно, Джессалин. Спокойной ночи, Фейс. Спокойной ночи, мисс Монтгомери. Для тебя миссис Вагнер, милая. Мисс Монтгомери. Поехали. Добрый день. Мне нужен доктор Мэрман. Вот он. Простите, доктор Мэрман? Да. Мы можем поговорить? Да, только быстро, я очень занят. Я хотела бы спросить о Джессике Манро. Кто вы ей? Я офицер полиции. Ваш значок? Меня сейчас отстранили, но... Если вы не действующий офицер полиции, то я не обязан давать вам информацию. И требуется ордер. Я хотела узнать, могла ли она спровоцировать выкидыш. Выкидыш? Долг зовёт. Что с ним? Автомобильная авария. Выскочил на встречную полосу. Ясно. Я займусь им. Это Пол. И Джессика. Оставьте сообщение, и мы перезвоним. Чёрт, Пол, ответь! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чем могу помочь? Продолжение следует... Продолжение следует... Пол… Господи… Пол, нет. Не оставляй меня. Не оставляй. Прошу, не умирай. Не бросай меня, морпех. Не бросай меня. Прошу, живи, пожалуйста. Брось. Даже не думай об этом, Фейс. Плажи телефон. Подними руки. Иначе убью самооборона. Телефон на пол. Ладно. Ладно. Теперь встань. Закрой дверь. Зачем ты это делаешь? Что? Хочешь услышать мою грустную историю? Как мать била меня, а отец насиловал? Сочувствую, Джессика. Я соврала. У меня была нормальная семья. Не окружение создало меня. Свое окружение создавала я. Джессика, прошу, послушай. Полу нужна скорая. Ты думаешь, меня это волнует? Вперёд. Я сказала, вперёд. Вперёд. Ох, ты его любишь. Конечно, люблю. Нет, ты влюблена в него. Отвечай. Да. Может, тебя обрадует, что однажды он произнёс твоё имя, когда мы занимались любовью? Опять вру. Почему ты не убила меня? Не можешь, да? Одно дело, когда убиваешь чужими руками, и другое дело убить самому. Ты боишься? Я многих убила. Тогда стреляй! Нет. Почему? В последние месяцы ты превратила мою жизнь в ад. Я возвращаю долги и заставляю тебя смотреть, как умирает любовь твоей жизни. Полиция уже едет. Кто-то сообщил о выстрелах. Всё кончено, Джессалин. Всё кончено. Понимаешь? Опусти оружие. Нет. Слушай, Джессика, у тебя ещё есть время. Полиция будет здесь через минуту. Если ты опустишь оружие, можешь выкрутиться. Как же? Ты меня не отпустишь. Нет. Нет. Спасти. Ты соврала, чтобы спасти его. Да. Любовь вынуждает делать глупости. Посмотри на этих двух идиотов. Джессика, прошу. Обещаю, я тебя не арестую. Только опусти оружие. Хорошо? Ты могла бы стать знаменитой. Как? Ты можешь стать героиней, спасшей мужа от грабителя. Лучше быть богатой вдовой, почти спасшей своего мужа. Нет! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все будет хорошо. Ты в норме? Нет. Пока ему не станет лучше, мне плохо. Ты спасла ему жизнь. Сумела позвонить 911. Весь разговор записан. Ее признание на пленке. Я следовала интуиции. Не по правилам. Но отлично сработано, офицер Грей. Сидеть ей за решеткой до конца жизни. Приемный покой. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет, парень. Ты проснулся. Прости. Я тебя не послушал. Это уже не имеет значения. Все в порядке. Я рада, что все хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА